Ксения теперь дипломированная юристу, повторно осужденной за наркотические статьи москвички важный день. Она, не покидая стен колонии, сдала междисциплинарный экзамен по гражданскому праву. Успешно на твердую четверку. Теперь получит диплом государственного образца. Поступила на юриста Ксения еще на свободе, после первого срока. На воле не доучилась. Разница, конечно, значительная. Дистанционное обучение заключается в том, что куратор моего института восстановили меня не на третий курс, а на первый. Начала я обучение заново. Загрузили программу, 10 семестров. С февраля 2014 года я обучаюсь здесь, вот в этом компьютерном классе. На компьютере программа по всем предметам, зачеты, тесты, которые сдаются по времени. И систематически он приезжал, забирал оценки. Высшее образование в колонии получают дистанционно. Учат по электронным книгам, экзамены сдают через веб-камеру. Поступление экзамены без преференций, по результатам ЕГЭ. Разумеется, обучение на коммерческой основе. Правда, с большой скидкой. Они точно так же учатся 5 лет, как на свободе получали бы это образование. Образование дистанционное. То есть здесь им устанавливаются программы. Никаких скидок на обучение. Здесь что-то послабление какое-то, что-то не сдал. У нас такого тоже нет. Высшее образование они получают в свободное от работы время. То есть подготовятся к экзаменам, а не в выходные и в вечернее время. Современная гуманитарная академия обучает студентов в двух колониях региона. Седьмой – женской для рецидивисток и пятой – мужской строгого режима. Чаще всего осужденные выбирают специальности юриста, экономиста или психолога. Доучиваются не все, но многие. В ВК-5 больше 30 выпускников, а в семерке – 25. И все вот ее подруги, видимо, из этого отряда, женщины, стояли в коридоре, за нее болели. Они ее проводили в кабинет. И они ее ждали, когда она выйдет. И когда она сказала «четверка», в общем, такое ликование было. И она сама была очень рада. И мне вот кажется, понимаете, вот эта система, вот эта система, она дает шанс им. Вот наша система обучения. Она вот этим людям, которые оказались в такой сложной ситуации жизненной, да, дает шанс, ну как бы на будущее, что не все потеряно. Ксения планирует после освобождения продолжать обучение. Получить более узкую специальность – адвоката. Преподаватели надеются, что запал в девушке не пропадет. До выхода на волю Ксении остается три года. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.